Отдать свое место, потому что мне... Очередь вега-скуадрон выбирать героя. Сложный прикол. Да, я долго изучал сложную прикологию, но этот прикол даже я разгадать не могу. Ну, в общем, я понял, да, твои мысли, все верно. Operation мог быть в прошлой игре прикольным, но здесь он заходит уже очень хорошо. И венга-аппарат, много ДПСика у нас имеется. Мешили статов себе добавить. Бейн против мишечки. Еще один герой, который лечится тоже силами. И тут Operation все больше и больше людей контрит. Сейчас еще Даззл возьму. Осталось 5 секунд. Разбиваем лицо об аппарат, друзья. Ну, вообще, Даззл бы, конечно, все-таки... Дополнительное время. Подбанить, как мне кажется. Я бы на месте Бейна бы... Не Максил здесь, там, прям до конца Слип. Тут можно его на двоечку взять, плюс-минус. И Инфиб был бы за Максил. На Медведя кидать? Я думаю, так он и будет делать, скорее всего. На двоечку Слип и Инфиб. Очередь Team Empire выбирать героя. Ну, соответственно, брейнсап там, ну, ультвуется, соответственно. Медведь плохо бьет. Хотя, конечно, его этот Battle Roar, Battle Cry... Ну, он мало очень времени работает. Да, зато добавляет очень много дэмэджа. Ну, да. Я как-то раз встретил в лесу, вот только когда изменили, подняли его дико. Встретил в лесу за Terror Blade и Мишку. Притом у меня там что-то типа Яша, ПТ, все дела. А у него вообще ничего нет. Я думаю, ха, 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 сказал я через секунду, я уже был в таверне. Потому что это просто адовый урон. Тебя бьют как будто бы 5 героев вместо 2. Осталось 5 секунд. Так, ну что, Игир еще? Вега делает абсолютно ту же самую ситуацию, что в первой игре. Они хотят мага отправить фармить в Севизи. И вот этой дикой, типа, жесткой треплой хотят пойти, не давать там хвосту. И вообще, в принципе, трепле что-либо делать. Тепла сумасшедшая. Шоу, а лондруида никто не трогал, чтобы он фармил спокойно. Но, по-моему, в этот раз у Империи есть все варианты. Вообще, это дело надо выйдить как угодно. Они могут ставить инчунтрис спокойно в легкую. И она там вообще не обламывается, потому что у нее весь лес свободен. Она заходит в лес, берет крипов, приходит с ними на линию, либо остается в лесу. Более того, из-за того, что она сама там на плавину в лесу, и у нее крипы, она контролит перемещение всех саппортов, постоянно видит. И, ну, это, по-моему, самоубийство. Да, Настя, в принципе, может воевать с ними. Ну, аккуратненько может, но тут сильные все-таки очень герои. Это же тот самый, может быть, Медведь с Акторином, благодаря которому все игроки в доте подняли с Имкайромом. Ну, я сказал, что Акторин круче Аганима. Ну, на Медведя? Топовый, да, Артихот. Ну, я согласен, что лучше Аганим, потому что на Медведя Аганим почти настолько же, как ему на Морфе. Плохой, как... Не, на Морфе, ладно, еще. Как вот, для меня самый тухлый это на Герокоптере, я вообще не знаю. Ребят, кто это придумал? Все, кто набил 7К РММ, благодаря моему гайду на Лондруиде с Акторином, поставьте в чатик копипасту или плюсик. В смысле? Очередь Вега-Сквадрон запрещать героя. Нормальная тема, согласен. Ты и Ультракилл еще с ним сделал. Вот. Есть видосик, сейчас започу в твиттер, только найду. Virtus.pro, Альянс, там, Супер Тим, Вайп, там. Только из-за этого гоним Альянс, и мы не умерли. Осталось 10 секунд. Так, Вивер появляется. Это в Триплоне, как раз, у селок. Осталось 5 секунд. Бейн, Вивер, еще будет один какой-то жесткий, мне кажется, персонаж. Быварик найдет. Мне кажется, это будет какой-то толстый, может быть, милиш... Извиняюсь. Так, что хорошо зайдет? Может быть, какой-то Огар-Маг в Триплу? Ну, просто, все, что с хиллом... Вич-Доктор мог бы там с хиллом зайти. Огар-Маг слабый. Он толстый, прикольный, классный, молодежно армированный, но... Он слабый. Хорошо, что зайдет? Ну, нюки слабые. Что зайдет в Триплу с хорошим нюком? Либо рейндж, можно брать ту же Лину. Лину. Либо, потому что Империя, она героев набрала не на подпуш, не на что. Она, типа, на войну, на фарм, и потом у них по пику сильнее. Вивер с Буаз Баншой убьют гирокоптера и ландроида. Очередь Вега-Сквадрон выбирать героя. Дэмэджа она много дает с импетуса. Вот. Им главное просто пофармить, пережить все. Они потом должны выигрывать. Лина, 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 кто еще может такой? Даззл. Так, Лины забанили сами. Даззл, нет. Тусика забанили. Кого-то придумали, значит. Осталось 10 секунд. Запостил с названием. Арсарт на Гирыча с Ганимом карает неверных. Да. Так что тут у нас? Вивер. Очередь Team Empire выбирать героя. Ну, я уверен, что Empire, вот как раз Вивера взяли, да? Вы уже это обсудили. Возможно, пока я залипал в ноутбук. Именно, чтобы удобно было поставить его на сложную с тем же Бэйном. Мы не совсем. А я это буду обсуждать? Мы обсуждали, чтобы, типа, воевать как-то, пытаться. Ой, да нет, так зачем? Это же абсурд. Нахрена надо воевать с триплой очень сильный. И Enchantress оставлять соло против Лондруида, где он реально отожрется. Если можно, поставить Бэйн Вивер к Лондруиду. Взять еще какого-то героя. Ну, либо же взять к Виверу еще какого-то героя. Бэйну взять ботинок на первом уровне. Дать ему возможность бегать между мидом, между верхом, ромать, ну, куда угодно. И ничего, оставить внизу спокойно против вот этой триплы. Да, я бы какой-нибудь Даззл взял. По-моему, идеальный вообще вариант. Ну, Даззл, типа, против аппарата, мол, не супер боец. Именно... Живи. Вот. Вот. Ну, этот видишь тоже. Это Артур. Вселился Артур, вселился в Resolution и пошел поехать. Про Даззл и говорил, вот, Трент, он так не поможет каким-то своим там хилам и так далее. Потом... Господи, как называется способность третья? Какая? Кара. Короче, кара, да. Тоже не сильно поможет. Кара дуба. Даззл просто он банше мог бы Грейм своим давать больше жить, и она там ДПС наносила бы бешеным. Это факт, это факт. Ну, что ж. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Добрый день, суток. Всем еще, дорогие друзья, с вами действительно Год Ханты Касперы. Мы начинаем смотреть решающую карту Empire против Vega. Там. Там-та-там. Та-та-та-та-там. Ну, там-та-там-там-там-там сейчас будет у нас происходить. В общем-то, победитель отправляется на команду Spirit, и эту игру мы тоже с вами посмотрим сразу по окончанию этого матча. И там определится путешественник в Китай, на шанхайский мейджор. Сейчас у нас тут небольшая рекламно-музыкальная пауза в игре. Что случилось? Одну минуту просит Алексей. Ну, это нормально. Минутку, я думаю, можно подарить. Технический кит, может быть, неполадочки, звук, клавиатура, неважно. Да, очень захватывающие матчи подарили нам команды. Когда я увидел пик Банши и Инчи, я подумал, что ребята решили не останавливаться на достигнутых фаст-пушах. И решили... 58 минут. Ну, какая разница, какой фаст-пуш? Ну, слово фаст тогда тут не особо применено. Ну, они старались запушить быстро. Ну, вообще-то, вообще они действительно старались. Фаст-пуш подразумевает под собой, что ты быстро пушишь. Насколько быстро ты запушишь, он не подразумевает. Ну, смотри, я вообще на стадии драфта немного удивился, когда увидел Инчу вторым пиком, потому что я ожидал увидеть Дазла и Бан Апаришина. Апаришина в бане не было, ровно так же, как и Дазла в пике. И в итоге получилось, что у нас есть в игре Ancient Apparition, который контрит и Инчу, и в некотором смысле Death Profit, и Бейна тоже в кое-каком смысле. Так что проблем может быть у Империи очень-очень и очень много. Я не знаю, возможно, они специально отдали этого аппарата, но он более чем читался. Он крутой, да, он крутой здесь. Он вырубает слишком много хилов. Вопрос будет только в попадании ультимейтом, что накосячить с этим тоже можно и ультимейт. Ну, там пак есть, который может чуть-чуть подержать. Да, может подержать, и кладаун есть, который замедляет. Суть в том, что что по контролю Вивера? Ну, вообще, венга и пак, это уже неплохо. Да, это уже действительно более-менее. То есть, есть сват, есть стан, есть сайланс и так далее. То есть, одной линкой ты тут не отделаешься. Ты усложнишь, конечно, процесс убивания себя, но не ограничишься от этого точно. В общем, давай, наверное, пройдемся сразу же по игрокам. Кто на ком? За командой Empire Resolution будет бегать на Death Profit. No Fear Ancient Apparition хотел сказать, нет, это Тренд Протектор. Алоша у нас на Бейне. Хвост, Вивер. Боже, первый Интернешнл, я прям его вспомнил. Ну и Фаник на Enchantress. Да, и Вега. Сема будет играть на Венгифул Спирит. Соло, Ancient Operation. No One Pack. Мак будет играть на Лондроиде. И я, Паша, Геррокоптер. Так, что у нас по вардам? Вард уже, получается, один стоит. Стоит также один вард на вот этом респауне. Будут блочить. И вроде как у Фаника здесь дела будут идти не слишком гладко, потому что Инча зачастую перемещается на этот респаун, берет себе Крипчика и отправляет его либо в мид, либо себе на линию немножко побоевать. У нас тут сразу же идет стычка. На первых лвлах не хотят драться под Челлинг Тачем. Правильно делают. На самом деле Челлинг Тач и Барейдж это слишком сильный буст при ранних драках. Все правильно сделали, что избежали этого файта. Ну и вот смотри, я только говорил про Сентряки, про то, что заблочен спаун. Сейчас посмотрим. Фаник взял себе пачку Сентрей. И да, он находит вражеский Сентри Вард. И, соответственно, его состояние здесь не усугубится. Так, и что у нас получается? Получается то, что Вост забирает баунтируну на 32 секунде. Вот это, кстати, очень любопытно. Нормальный такой муд. И стёфлейнер команды Вега даже не надеялся. Мак, а мог бы с Медведем-то и сходить туда? Хост еще и на линию в итоге опоздал. Вообще все тут все опоздали. Походу друг друга перебдели малость. Но Мак занимается вот какими делами. Он уже Медведем уводит Кребцов к себе на линию. И в итоге у него сейчас получится очень сильный пуш стороны. И он получит здесь нехило экспы. На самом деле, Мак здесь особо и бояться ничего не будет. Начнем с того, что Вивер не так сильно харасит его. Не, на самом деле Вивер очень сильно его харасит. Просто ты линию хорошо держишь. Вот в этом фишка. И Виверу либо придется далеко за вышку заходить. Либо вообще непонятно, чем заниматься. Мы видим, что Хост пытается на него наступить малость. Но по Лондруиду он достаточно тонкий. Там 3 армора, 550 хп. Вивер с ним за счет джиминной атаки нормально должен расправляться. Но с получением 6-го... Да, потом уже, конечно, будут проблемы. Он да. Ну, с таким количеством крипов под вышкой могу. Без проблем до 6-го дожить. К нему еще по команду приходят. Так вот, линия, линия хорошо. Просто держится линия на половине команды вега. И поэтому маг вот так вот замечательно себя чувствует. У него уже 7 добитых крипов. У хвоста всего 3. Ну и кто здесь на оффлейне? Больше там, да, ничего толком и не видел. И действительно, кто здесь на оффлейне в итоге оказывается. Ну вот пошел первый отводик. Алоха занимается этим. Прогрызает веточку и будет уводить крипов еще в другую направлению. Солныч подходил, пытался помешать качаться. Он сейчас может еще сетку отхватить. Да, ловит он сетку. На него сразу же пингуют. Банша. Ну и, видимо, пингом уже было то, что пора бы, наверное, тебя оттуда сваливать. Фаник задувает. Фаник моментально спадает. Здесь ливеньк армор. Продолжает за ним гнаться. Есть шифт. Через 3 секунды будет арба. Попадут ли по Фанику, это другой вопрос. Фаник заявил. Да, хорошо, Фаник увернулся. Классно размансил. И Ферстблат никому в итоге пока не достается. Как там дела у Вивероса? Виверос... Ну ладно, ты посмотри, у него проблема. Арбута потратил. Будет ли брейнсап здесь? Брейнсапа нет. Ну-у-у-шай. Вот так вот Энчантрес забирает себе Ферстблат. Я так понимаю, Торнадо вообще добило? Да. Ну, Винча получает 800 на руки. А для нее это очень сильный буст, если что. Что в лесу ей нормально постоять не дали. Блядь, СТП. Можно каким-то сапогом обзавестись. Можно базилку купить. Но вот сапог, сапог, да. Смотри, хвост тоже очень хорошо начал наконец-то фармить. Медведь, правда, не особо страдает. Даже несмотря на какие-то там отводики. Но и в миде у нас что? В миде у нас у пака 7 на 2. У баньши тем временем 20 на 8. Не получается законтрить баньшу в миде. Это определенно. Здесь упор должен делаться на аппарата. Вообще, я удивлен, что его выгнали в лес на самом деле сейчас. Мне кажется, аппарата. Он должен стоять сейчас на изилейне и получать 6 уровень. Прямо вот напрямую с хвостом. Максимально быстро получать 6 уровень. Ну, кстати, возможно и да. Потому что от его 6 уровня будет достаточно многое зависеть. Потому что если имперцы достаточно рано выдвинутся в бой, ульт-аппарата будет одним из немногого, одним из немногого, что вообще может их остановить. Ты уже начал заговариваться. Повесить жучков. Пошли жучки. По маку. Очень больно. А у мак погибает. Да. Должен, должен затоптать его. И еще одну плюху. И еще одну стычку. Хвост, не довел в анимацию атаки. Боже, хвост. Хвост, беги. Ну да ладно, он сейчас еще наступает на мага. Он его нашел. За ним, правда, отправляется медведь. У хвоста через секунду будет еще один Шукуча. Но какая ошибка от Александра. Он просто отменил атаку. Отменил анимацию, да. Это был его фраг. Наверное, Саша волнует себя. Я думаю, что... Возможно, возможно. Ну, бывают такие моменты. Ничего страшного. Но ошибочка была. Ошибочка была. Да, да, да. Вот нам подсказывают. На такую оценочку отыграл Сашка. Ну да. На самом деле ошибка была явная. Так. Пак немножко начинает наконец скрипиться. У него уже 15 на 2 в то время как украбы. 31 на 10. Да, он по-прежнему имеет намного меньше крипчиков. Но все же... Выкарабкивается. Нинчи тоже будет немало зависеть. Она, кстати, хороший герой для того, чтобы медведа сбривать. Я имею в виду маленького. За счет импетусов с чистым уроном. Но пока на Нинчу никто не выдвигается. Паришин уровень 2. А, ну вот, вот. Соло занял эту позицию на холмике. Вот этот... Лил Стайл. Это все равно очень долго. Это очень долго. А если к нему сейчас по раз еще придут помешать... Он просто только-только сам сюда пришел. Вот дело. Вот он добивает одного кентаврика. Сейчас добьет еще второго кентаврика. Но тут даже третий, наверное, еще не получит. Да. Очень долго это будет происходить. Надежд, конечно, на быстрый медас. Разве что. Издоль. Шестой уровень. Экзорцизм не качал. Идет по старой схеме. Пока да. Пока это действительно старая схема. Но тут в основном все зависит от команды. То есть, как команда себя чувствует. Может ли команда выдвигаться с Баншой на помощь. А тут пока все бомжи. То есть, ну, Вивер сам по себе ничего толком не может. Банша в Соленова никуда тоже не пойдет. Потому что ни Нечантрос, ни Бейн, ни Тренд Протектор не обладают должной мощью для того, чтобы поддержать эту Баншу во время пуша. Вот тут Банша действительно будет немного затяжная. С Нечантрос уже тысячонку на руках имеет на оффлейне. С хукнем там крипов 23-0. Понятное дело, что это не все крипы с Лайнет. По большей части еще и лесные крипы. Ну, Сема выходит. Сема выходит на паника. Да, и паника успевает, кажется, убежать. Подрубает хил. Очень своевременно. Но много-много демжа у него залетает. И тем не менее, хил, хил. Не хватает хила, но и аппарат тоже погибает. Также Банша подрубает Семьшон Сол. Выдувая, как же много демжа. В итоге залетает по Семе. И Сема тоже погибает. Восьмой уровень и Банши. Да, восьмой уровень. Четвертый Крипт Сворм. Четвертый Спирит Сайфон. По привычке Сайфон Солом. Но суть не в этом. Суть в том, что у нас внизу опять пытались поджать Медведя. И опять это не получилось сделать. Ну вот Медведь из-за этого нормально там по-прежнему стоит. Сколько у него? У Мишки все великолепно. У Мишки все великолепно. 25 на 2 для Уфлэнера. Окружают, окружают этого Медведя. С разных сторон абсолютно хотят зайти. Не знаю, какая-то личная ненависть, возможно, у Александра к Андрею. Скорее всего, ненависть обусловлена тем, что из Андрея Александра может не поехать на Мейджер. Поэтому ненависть, наверное, по счастью. Да, во-первых, взаимные, обоснованные, я бы сказал. Вот вот сейчас, 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 можно выходить на Мага, выходят. Тут же Винга готова помочь. Слипы не было, должен был Алоша слипать. Повесили на Сему Жука. Выход Алоша. Алоша здесь погибает. Вингармар его не спасет. Может заслипаться, конечно? Ага, задынаешься здесь, конечно же. Ну и вот такой вот получился не совсем удачный выход. В Миде у Банши нет экзорцизма, как мы уже говорили ранее, поэтому она не может ответить пушам Вышки в центре. Но Вега настолько быстро стягивается на мидл, что даже при наличии экзорцизма ничего бы здесь не получилось. И Смоук от Веги. Соло и Сема отправляются в атаку. Чет пока 3-2. Восьмая минута. Игра весьма активная. Команды стараются убивать по возможности своего оппонента. Остается Вардын. Один, второй. Сквалили. Вот Банша выходит Юл, естественно, первым слотом. Это обязательная программа, скажем так. Ну, на моей памяти была Банша, которая не купила Юл. И тогда хэштег был еще в Твиттере, а был бы Юл. Юл спасает ситуацию зачастую. Не, той Банше это так не казалось. Вот это та Банша. Ну, да, я не помню. Кто-то, кстати, из наших же играл вроде бы. Не помню, кто именно, но... Эту игру я точно помню. С этим хэштегом. С тех пор подобные ошибки я больше не встречал. Юл появляется абсолютно всегда. Ну да, он. Врачен был. Пытался на Инчу закинуть. Вот пошли импетусы, и сейчас Паше надо быть аккуратней. Ну, кстати, прикольный абуз с гирокоптером, потому что ты не обязательно должен бить Энчантрес на гиролете. Ты можешь бить крипов и флэком, собственно, ее дамажить. А это для Энчантрес очень больно. Ну, тут Ливен Армор есть. Там две брони есть. Я просто про то, что в замесе обычно Ливен Армор и все это кидается там так, как попало, и не всегда на Энчантрес. И в замесе, когда она получит вот эти 500 физухи, она просто офигеет. Так что вот гирокоптер в этом плане... Ну, типа контрит. Энчантрес, эту конкретную особенность. Энчантрес. Пак лавел 8, большой уже лавел 9. Ну вот на девятом экзорцизм уже появился, я смотрю. Пора, пора уже начинать качать, конечно, Сайланс. Потом слишком долго времени может понадобиться, чтобы взять 10 уровень. Так что лучше начать. Залетает импетус, но дальше не погнались. Хотя Ливен Армор был, но под вышку, конечно, нырять, возможно, было слишком опрометчиво. Сейчас будет вар сюда, устанавливаться между товарами и будет в вышке. Паша, поворотный туда. Паша, зачем он свернул в этот лес? Ну, не ожидал, не ожидал там увидеть Резоль, возможно, инфа не прошла, потому что Мидо большая переместилась. Тут действительно ярко выраженный пуш, причем не факт, что вообще будет нажиматься экзорцизм. Нужно не будет. Сейчас Банша, скорее всего, заберет на себя роль убийства крипов, которые подходят с двух задувок. Там Мидос появился, тем временем, у Медведя. 11-ая минута, не худший результат. Другое дело то, что Медведь становится очень слабым оборонителем. Да, ну... Питцгрипп, ноуанк, пички от Медв... Ой-ой-ой, как же больно. Он потратил всю ману, он не может уйти. Да, у него только фейшрифт остался. Мидос, но там у него и в кулдауне был Иллюзори Орб, так что ему и так никуда отсюда было не деться. Интересно, как он вообще здесь оказался. Ой, видать, хотел ответно попушить, не ожидал, что саппорты на него так выйдут. Ну и вот, смотришь на этого аппарата четвертого уровня на 12-ой минуте и думаешь, а зачем же ты в этой игре вообще есть, дружище? Купасова. Ризолю попарабану, даже если он сейчас замерзнет. Хотя вот замерз, хвост, пошел. Да, он вивер пугает очень сильно. Еще и Бэйн подтянулся, слушай, там сейчас джиминит атака, залетает, купаши. И, возможно, будет еще один криптсворм. Да, он будет, и Сума здесь умрет. Еще одна плюха, жук, 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 жрет, бегит, хвост, бегит. Куда же ты побежал? Можно руками бить, можно еще руками бить. И еще Солыч, и еще Солыча догоняет. Прям на базе он его просто затоптал. Уходит в таймлапс, ловит его пак, но хвост, левен армор, выживает. Не будет пробить пак сюда по понятным причинам. 8-2, Империя ведет. Напоминаем, ребят, что это игра на вылет. Я о чем речь начал, о том, что Мидас на Мишке не позволит сейчас вести ранние файты. То есть Мишка, если бы собрал какой-то атакующий артефакт, или начал сразу копить на радианс, я не знаю, он бы, может, через вот эти 10 минут добрал свой радианс, и он смог бы участвовать. Если сейчас его начнут давить с Мидасом, он ничего не сделает. Ну, 10 минут, возможно, и меньше бы ему, конечно, понадобилось. Но я образно говорю. Да, но в любом случае, Мидас, да, с этим Мидасом, это не самый боевой Медведь. Вариантов там всегда несколько. Это либо Мидас, либо Мьолнир, ну, в смысле, Майл Штром, ну, либо Радианс. Вот обычно такие какие-то три варианта. А сейчас на Мишке даже нет файзов. То есть это очень медленный Медведь. Он, по сути, даже и догнать таргет нормально не может. Ну да. Ну и урон у него, естественно, еще и слабенький, к тому же. Хвост находит Ноуана. Начинает разминать. Ноуан. Ну да, хвост отсюда просто убегает. И перетяжка в Мидл. Да, в Мидле тоже можно сейчас забрать вышку. Опять им Перцы с вот этим фастпушащим Вивером. У нас, кстати, был, помню, Вивер, который тоже был фастпушащий, который собирался через Кримсон Гвард. Через... Да, мы с тобой комментируем. Да, у него там был Кримсон Гвард, еще что-то на защиту, то ли БКБ, то ли еще что-то в этом духе. А потом Дезолятор. Прям супер жирный Вивер. Его не могли убить. Просто не хотели даже фокусить, потому что слишком много дэмэджа надо было ему всандалить. И в итоге, если ты их неправильно всандалишь, он еще и нажмет таймлапс и останется фуловым. А ты уже большую часть СОО дэмэджа потратил. Вот, СОЛО наконец-то оставили одного на линии. Но это смерть, потому что за ним уже выехал Вивер. СОЛО это должен видеть. И должен уже делать ТПАУ. О, да-да-да, он должен видеть Вивера, который за ним отправился. И едет, едет. Там Делопа экзорцизм, экзорцизм. 8 секунд. Что делать с этой Баншой? Юл есть, 11 урня есть. 1600 на руках. Она сейчас просто доберет СОУЛ БУСТЕР. И где брать урон, чтобы ее пробить? Гирокоптер очень слабый. Я открываю Нетворс, и я вижу, что у него 4400. У Мишки с Офлейна больше. Топ-3 Нетворса принадлежат Тим Импайр. Да, гирокоптеру нужно какие-то супермеры предпринимать, для того, чтобы успешно провести ближайший замес. Не знаю, мне кажется, что для Веги одним из вариантов, может быть, не пережить вот это все, а убить это как можно скорее. То есть нужно сразу же собирать какой-нибудь урон. Заход от Офира. СОЛО он видит. Пошел Руд, СИД, СОЛО, это еще очень больно поражал Дасты, прожимает с Экзорцизм, подходит сюда и Резолюшн, высасывает, попадает по СОЛО, минус СОЛО. И минус СОЛО будет. СИОМАЙ ДАПЛ делал от Резолюшн. И еще и вышка тут подгорает, конечно, там Бэкдор Протекшн пока... Да, 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 да. Слишком далеко крипы. Тут Фаник у нас еще, между прочим, есть у него барабаны, есть у него почти Юл. Без Даргон Лэнса, кстати, играет, так как мы видим Фаник. ТО ВАН. Сидится Арбой, пытается убить крипов. Бывает барабаны. Арбута потратил! Есть щит, конечно, и Дрим Койл, есть ли чем сбить, есть СВОРМ, но дамеджа не хватит, дамеджа не хватит. Ну, Блинг Даггер появляется также у пака. Теперь можно будет и синициировать. А толку инициировать, если аппарат у вас пятого левела? Ребят, 16-ая минута, аппарат пятого левела. Почему я и говорил, почему просто непостоятельно и Зелене не получить этот шестой уровень? Да, ты воруешь их фугерокоптера. Да пофиг ему на твою экспу. Ну, лол. Зачем? Ну, он и так свой шестой получит и седьмой, и восьмой, и девятый. Ну, это не нужно. Но всегда, всегда у нас в СНГ командах пытаются своих саппортов просто загнобить. Но раньше таким страдали очень сильно китайцы. Очень сильно. Сейчас я заметил это в СНГ тоже. У нас лабак хорошо влетел. Могут убить. Минус паника. Паника убили, но Банша ушла. Кстати, еще нашли Бэйна. Бэйн тэп аут делает. Ах! Он на базе! Он свапнулся! Есть кулдаун на свапе! Айсфрог! Итка! Было ржачно, если б венга на базе оказалась. Это бета, отстань. Это бета, точно, я забыл. Это же Дота 2 бета. Точняк. Неплохо, неплохо. Так, что там Виверос? У Вивероса Линкенсфера на подходе, если это будет Линкенсфера. Да, после Линки, кстати... Может быть, Монтастайл сразу. Ну, если бы Монтастайл, тут, наверное, может, и Яша была? Скадя? Скадя... Да нет, нет, нет. Нет, Скадя такая ранняя, вряд ли, да-да-да. Линка это будет. Либо Линка, либо Монтастайл. Тут обычно на Вивере два варианта на стартовый артифак. Стану Линги выйдеть. Пошли соло. Заддув. Команда не остается. Ну, просто сдули его. По-прежнему, пятый уровень. 17-ая минута. И на 18-ой минуте он будет пятый уровень. С ним Мидаса нет. Он закупается на какие-то гроши, потому что денег у него нет. У него даже на перчатку денег нет. Он купил две маленьких. Побирается? Побирается. Ну, Лёхе действительно трудно здесь играть. Башню сил тьмы на центральной линии. Да, всё-таки Линка будет у хвоста. И когда у команды три бешеных отхила, это дерево, банша. Да, да, да. Забить на аппарата это просто какой-то нонсенс. Я вообще, когда увидел его в пике, я уже почти похоронил империю. Вот здесь свап нафиг не нужен. А ульт аппарата здесь очень нужен. Ну, ладно. Вега, возможно, сама подберётся с этим. Башня сил тьмы на центральной линии. Разрушена. Моментом прейни своей стратегии на старт игры. Но пока у них из-за этого очень большие проблемы. Нашли Пашу. Паша. Пошёл сид. Да, он видит здесь ноуфира. Вгрызаются в Пашу. Там его есть. Он прекрасно понимает, что он получает стан с кентавра. Это минус Паша. Да. И преимущество. Ты посмотри. Преимущество по голде. 12 тысяч нитворса ведёт команда Эмпайр. И около пяти тысяч опыта. Тут же Рошан знает, что гираков-теронет. Ещё 35 секунд минус армора не навешивает хвост. И Рошанчику. Или он жук. Жук, жук, жук висит на них. Заяц. Смотри, сколько тысяч и Рошан уходит в жука. Жук. Такое чувство, будто просто титановый какой-то висит на нём. Вот он, ультаппарата наконец-то залетает сюда ультаппарата. Уже поздновато на самом деле. Тут просто уже герои там 9, 11, 12 им уже почти пофиг на этот ультаппарата. Нет, ну никогда не пофиг, потому что хилл вырубается. Но демоз же он наносит от того количества, которое должен был наносить. Даже у Инчи уже почти косарь здоровья. Она даже через Физы играет, и у неё почти косарь здоровья. У неё барабаны и стики. Плюс 13 силы. Это порядочно. Баньша, например, бегает с ПТшечкой на силу переключенной. У неё 1600. И это у неё ещё... Ну, сейчас ещё Октарин появится. Возможно, сейчас уже даже летит. Да, вот он у неё Октарин. И пингует. Хотя её не пробить. 1400 её просто не пробить. Когда у неё появится плейтмейл от Медведя, не, но если по ней попадёт Апаришин, то ещё всё будет норм, потому что вот эти все Октарины, там, отхилы, это всё не работает. Но если он вдруг промахнётся, или она заевейдит, то тут всё, пиши, пропало. Это просто драка 4 в 5. Кстати, скоро Рейдинг вам заведётся. Сакрик не уже лежит к Медведям. Полетел ультапарад на топ. Ну, вот сейчас по Баншон как раз таки не попадает. И минус Тавар. Башня сил тьмы на верхней линии разрушена. Ну, естественно, всего-то три героя и экзорцизм. Экзорцизм не было. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Так вот только что был хоть бы у неё. Не-не-не. 40 секунд, да? Окей. С Сатиром заходит бешеный Рейдинг. Сейчас просто Резоля пытаются приморозить. Задувка. Резоль не боится замёрзнуть. Замёрз Резоль. Пошли жучки. Полтавра уже нет. Как легко-то падает вышка. Смотри, там ещё и телега. Вот это специально обученная телега. Выхиливает Фаник, становится фуловыми. Ливен Кармор, на Резоля. Экзорцизм 10 секунд. О, дерево, огоним. А, ну, норм. Неплохо. Сейчас прилетит Курьер на базу, заберёт Блэйду Фалакрити и вернётся обратно. Дальше нагнетает. У неё эгида. У неё эгида и у неё сейчас будет готовленка. А вот он пошёл, экзорцизм. Теперь что-то надо сделать с Баншой, потому что иначе она просто всё спушит. Неплохо. Сва, Презалюшно закинули, подхил никого не будет. Отлично, сломали. Хеллдаун. Есть Рут. По всем. Слишком поздно. Просветка. Видит здесь Фанника. Фанник, по-моему, умрёт просто от ульта или пока живёт. Ну, Хвост тоже здесь должен умирать, хотя Стики нажимает и на Шокучак пытается убежать и, возможно, даже уйдёт, если слетит с него. А, ещё Левинармор. Ещё Левинармор и уходит. Уходит на ноге. Ну, классно, классно. Вот тебе и отсутствие Дазла, собственно говоря. Ту Баншу просто уничтожили. Но Ван Арбу уже потратил, он просто в неё сейчас упрыгнет. Кстати, по нему Вижн есть, и что он запрыгнул на красный глазок. Да, задефались очень круто. Теперь Банша прекрасно понимает, что не так всё просто. Свап в толпу, чей-то аппараты. Да, да, да. Просто сколько там? Три тысячи денег сейчас завалилось в копилку. Да, очень много. Ну, и Вега неплохо огрызается. Действительно. Они, в принципе, не потеряли сторону. То есть там только Т3 пострадала. Да, допустим, можно этот Т3 уже списать. Но всё же. Это ещё один заход потенциальный. Ну вот, решили не трогать Вивера и оказались абсолютно правы. Вот Вивера сейчас появится Линка. Тут уже тоже двоякая ситуация. Кстати, догон у Пака. Как тебе такое решение? Возможно. Под ульт аппарата это в принципе норма. Под ульт аппарата это очень неплохо смотрит. Это рисково. То, что если ты не добил, у тебя хиксов нет, юлов нет, ты ничем заивейдиться тоже не можешь. И выбраться из потасовки. Но пока у Банши огромное количество ХП под какой-то вортекс. И какой он там уровень? А он четвертый. Да, он замакшенный вортекс. 30% бонус. Ну, по сути, ты... Он поглощает пассивку. Да, твою-твою родную. Пассивку он поглощает. То есть догон наносит pure damage. Вот, скажем так. Образно говоря, да. Да. Он наносит pure damage. 4 сотки. Это неплохо. Если после ульта аппарата это всё залетает, то очень хорошо. И второй догон появляется у пака. Экзарцизм есть. Надо пытаться. Возможно, имперцам стоит играть в точно такую же игру, как играли предыдущую. У веги сейчас тоже есть очень интересное окошко. Вот под эту ульту Париж. И, кстати, по графикам тоже видно, они отыграли уже 4000. И, в принципе, они буквально за одну драку сейчас могут вернуться. Просто вернуться в эту игру. Если всё сделают правильно. Ну, либо же, если империя ошибётся, как это обычно бывает. Так, что там баньша? Вот этот кинча вторым пиком, не знаю, мне она сразу не понравилась. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Поглядим. Возможно, она ещё себя покажет. Тут Винчу, кстати, убивают. Да, действительно. Винчу себя покажут. Пошёл его. Затапить её никто не сможет. Он скаллдаун. Минус. Так, он моментальный. Ты за рут или неплохо. Много демоджа на дерево. Если тут был бы рефрешер, то тут хвост от Димиша Куча мог бы триплкил сделать. Прикольно. С ворумом было бы триплкил сделать. Нормально, кстати. Гем появляется в Париж. Это для того, чтобы как раз инфицированные деревья уничтожить уже неплохо. Так, хвост отловить тоже хорошо. Было, правда, чем? Ну, вообще, да. Вообще норм. Слушай, Витерия, они всё, они сдулись, мне кажется. Они сдулись, да. У них же неплохо получалось пушить эту вышку почти до конца просто за счёт хвоста с эгидой. Зачем надо было подниматься до Банше? Стоял хвост под Ливенгармором. Потому что всегда они так делают. То есть ты всегда видишь эту Банжу поднимающуюся. Просто ты забываешь то, что у тебя нет ни Оракла, ни Дазла, ни Винги, которая может сбить фокус. А у врага как раз Винга есть. В итоге ты просто зашёл и сдох. Это грубейшая ошибка была. Да, ну сейчас будет пытаться апать, наверное, 16-й, поднабрать немного... Хотя тут и не армора, и именно количество хп надо. Просто чтобы попытаться пережить всё это дело. Вообще идеально это заявить ультаппаратом. После этого её вряд ли получится убить. Хотя там уже Медвед очень мощный. Кто там у Медведа, между прочим? Медвед там заряжен неплохо, кстати. Нет, это Урс у нас бежит. Вот он, Мишка рядом. У него Мидус с Рубок Веном, Физы уже, да, и Радианс. Ещё 1700 на руках. То есть это, возможно, там, не знаю, Башарь, Кераса, всё что угодно. Но уже очень сильно чувствуется, как Империя проседает. Выигрывали они там 13, почти 14 тысяч, уже 8. 6 косарей. Они будут ждать следующего Рошана. Это 100%. Тут вообще без вариантов. Фаник, я не знаю, что будет сейчас собирать. Аганим смотрится неплохо, он и хпшки даёт, он и вроде как помогает. Погоня за Алошей. Алошу убили. Алошей не знаю. Пак с Гемом. Ну, Пак с Гемом просто. И нашли его. В Глимере в его. И сразу же ломаются деревья, кушаются. Пак просто взял Гем, который купил там соло, порик, и ходит, ломая деревья. Всё правильно делают. Тренд протектор пока не так халявно себя чувствует. То есть свой лес, конечно, он сейчас может завардить целиком и полностью, но вот во вражеском там определённые трудности возникают. Лагу играет Фанник, понимает, что уже занаглел, далеко зашёл. Поэтому отступает. Есть УгрКлаб, это может быть и Блэккинг Бар. Но БКБ не особо помогает. То есть Мишка тебя всё равно пинает, Гирокоптер тебя тоже пинает, тебя все пинают, и ультаппарат на тебя работает. Угу. Ну, он не отбавляет, как бы, он не позволяет устанавливаться. Это, я считаю, как отбавляет. Да, появляется Смок, так же он Офира. А здесь Гирокоптер Монта Стайл. Кстати, давно я уже не видел Монта Стайлов, только сегодня вот вспоминал про то, что раньше Гирокоптеры через Монту собирались очень часто. И вижу, как здесь мы наблюдаем один из этих нечастых случаев. Вот тоже 1400 хп, вроде себя нормально чувствует. Да, ну, у него ещё 24 армора. Да, 24 армора тоже не чисто. А минус армора там, кроме Сварма, вроде как, нет. Сварма пока 24 сгрызёт. Ну, это да, это очень долго. Кажется, медалек нет, действительно, медалек никаких нет. Суар Креста нет, вообще ничего толком нет у Империи. Так, посмотреть по командным артефактам я вижу пока только барабаны и Аквилу. Видят Гирокоптера, который, кстати, сейчас на дереве оформил, но за ним не успевают, кажется. Хорошо. Вега тоже пока видит только одну энчантрес. Вот хвоста ещё также увидели в центре. Ну, видно, поменялся стиль игры. Да, поменялось всё. Это вот, знаешь, как затрещина, которую тебе просто глупили, и ты сразу, о боже, что делать. Что произошло? Почему? Как? Зачем? Из-за чего? А всё очень просто. Ну, не надо, наоборот, засиживаться. Там же Гирокоптер, там медведь. А у вас большая. А у вас в прошлый раз большую убили только из-за того, что... Медведь 12 слотов. Я напоминаю. Да, 12. Это больше, чем 6. Это больше, чем 6. В два раза, если что. Да, да, да. И поэтому, если вы против него затягиваете игру, он вывозит эти 12 слотов и играйте против него, как хотите. Рошан просто стоит, например. Почему на Рошан не пойти, не подраться? Ну, потому что у них есть аппарат с Гирокоптером. Так у них он и раньше был. И будет, и будет. И надо что-то менять. Он большая пока на топе сплетит. Что-то себе прикупила. Да, у неё вот сейчас Шива прилетит. Надо, правда, на магазин, наверное, отправить за посохом. Не, а БКБ покупает. Покупает БКБ. Рецепт на Шиву Резолюшена. И Огр Клаб и Митрил Хаммер в стэше. Среднее. Между Шивой и Блэкинг Баром. Ну, может быть, это та самая затрещина, которую ему сейчас кто-то отвесил. Блэкинг Шива? Может, он сам себе отвесил. Или Шива Бар? Шива Бар, скорее всего, да. Ульт-аппарата. Летит вниз карты в самой. Промазали, по-моему. Ещё одна затрещина ушла. Ещё одна затрещина. Интересно, кстати, ну, а как так получилось? То, что именно? Ну, типа, рецепт на Шиву и... Ну, хотел собрать Шиву. Вот у него плейт-мейл и было 2 800. Он реально хотел купить себе Шиву, но просто в последний момент понял, что Шива ему тут вообще нафиг не нужна, что нужно переживать ульты. А ульты он может пережить в двух случаях. Либо он заеулится, но в прошлый раз чё-то не пошло. Либо с БКБшца. Ну, или же заеулится. Уже вариантов побольше. В принципе, БКБ это нормальная штука. Пока там с руки ещё не так сильно разваливают. Но совсем скоро будут валить очень больно. Может быть встреча. Ноу-1 пропадает смок. Ноу-1 видит. Хвост побежал. Хвост побежал. Хвост нашёл гирокоптера. Хвост нашёл гирокоптера. Он его сразу же прогоняет. За ним, правда, отправляется медведь. Разбегаются. Тупо разбегаются сейчас все. Хвост остаётся здесь практически. Один. Уже потом надо быть совсем осторожным. Возможно, попробовать как-то медведя этого прессануть. Ну, это не прессует медведя, пока на нём висит жук. Его на себя вроде как не позвать. Поэтому есть время ещё. Мишка сам жука сломать не может. Там уже минус 15 армора. О, там за паком гонялись. И тоже ни к чему это не привело. Но линия достаточно серьёзно запушена. Хотя экзорцизм прямо сейчас закончится. И на этом всё. На этом опять заканчивается атака команды Empire. А это опять время. И Вега довольна. Вега должна быть сейчас очень довольна. Этим временем. Которое им дарят. Ну, вот вам и Тим Эмпайр. Там, кстати, Гоусонг уже у гирокоптера. Да, да, да. У него всё норм. В этом плане у гирокоптера всё вообще замечательно. Вот он Драгонлайнс на Энчантрест. Тоже достаточно такой поздний появился. Но тут уже дело в манке кингбарах. А не в... Я не знаю. В любых других артефактах. Тут уже на устойчивость мало что может повлиять. Сейчас просто гиролёт с атакой в 250 и с бешеным атак спидом начнёт уничтожать. Там пошли. Пошли уничтожать Рошана. Подходит сюда Мишка. Мишка с плейкмейлом, гиперстоуном. Бьёт очень быстро. У него ещё Мидас. Так, пошли Жуки. Жуки сели на Рошана. Ломают жучков там. Мишки и денюшки. Подходит сюда Бэйн. Ну, она можно щекотировать. Хороший ультаппарат. Попадает по Резолёшу. Но тут же его пытаются замесить. Резолёшу нажимает БКБ. Ну, он может погибнуть. Минус. Дерево пока. Ну, он живёт. Задувка. Минус. 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 Без экзорцизма, ребята, не забываем. Через 10 секунд только он появится. Пошёл. Спирит Сайфон. Хвост бегает. Хвоста пока поймать нечем. Он по-прежнему не тратил таймлапс. Вот она. Минус. Линкен Сфера. Савенс, кстати, тоже ушёл в никуда. Хвост пытается убежать. 12 зарядов у него ещё в стике. И пошёл, наконец, экзорцизм. Фуаник. Отлично. Пару копий закинул. Ушли они в мисс. Ну, он пак улетает. Ну, надо на Рошана просто уйти. У вас азорцизм есть, да? Типа, идите убейте. У мультаппарата только есть. Надо быть чуть аккуратнее, потому что полетит он сейчас сюда. И будет больно. Вот он, мультаппарат, полетит. Аппарат, залетает. Резоль не подригениться. Но очень быстро падает Рошан. Ну, вот. Ну, она видят. И его задушили. Прямо на зараженном дереве. Секунд его не будет, пак, без байбека. Это просто ужасно. Там будет аппарат просаживать очень сильно. Его дерево рутало, еле живой убежал. Да, это эгида для баньши. Это очень важно. Без дополнительного пациента. Где-где-где лежит. А, вот тут. Ну, да, может, курьер сейчас прилетит. Ну, да. Вот он сейчас. Да, вот как раз летит. О, что этот хвост. Все в семью, все в семью. Хозяйственный. Хозяйственный. Хозяйственный такой. Баттерфляй. Уже у гирокоптера. Ну, сейчас должен быть. Через буквально пару сотен. Ну, импайр поджимают. 30 секунд еще пака не будет. В принципе, достаточно для того, чтобы немножко... Резоль. Там и гида, там и гида. Не забываем. Можно подставляться как угодно. Надо подставляться. Он подставляется. Дробно у гиду. Хвост пошел наглеить. Навесил на всех жучков. Встает резолюшн. Через 20 секунд. Через 20 секунд, да. Но через 20 секунд, вроде как, уже и свап почти откатится. Ему можно репит. Да, вообще, на топ бы прийти. Просто вышку добрать. Там 43 хита. Вот просто, чтобы вивер туда прибежал, дал одну плюху. Джимин из атаки. И все. Вот он баттерфляй. У гирокоптера. Опять он становится сильнее. Не получилось. Нормально реализовать эгиду. Да. Просто отдали ее. Ни за что. Ну как, за пару ультов. За пару ультов. Ну, свап такой сил ульт, на самом деле. Колдаун тоже, там, не слишком большой... Не слишком большое время откат. Вот, отбежал. Видел, что его рейдинцем харасит. Знает, что рядом кто-то есть. Маг сейчас может ошибиться. Пошел в зерцизм, находит мага. Мага можно юлом поднять. Маг начинает всасываться. Щекочет мага, пытается сбить. У него нет байбэка. 70 секунд не будет мага. И еще нашли Сему. Юл. Рут. Все потрачено. Было зря? Да, там уже вопроса зря-не зря не было. Ты можешь убить второго игрока. И уже, в принципе, считай, потратил ульт на минус 2, грубо говоря. Поэтому... Крипов нет. А там они подходят. Их по миду уже проводят. Просто экзорцизм за это время закончится. Вот в чем проблема. Хочу сам догрыз вышку. Вот, во-первых, догрызни крышку. И, во-вторых, экзорцизм вот только сейчас, да, заканчивается. Там дезолятор просто уже у Вивера. Он уже очень сильно бьет по зданиям. А, мишки нет. Мишки нет. Главное, не подраться неудачно. Потому что драться без Медведя, это плохая затея. Мишка один из, наверное, главных. Смотри, как раз сосредоточились сейчас имперцы. Банша стоит сверху. Хвост внизу. Костом нужно быть, конечно, очень осторожным. Его по-прежнему могут... Ну, не догрызли барак. Бояться сейчас появилась Винга. Через 40 секунд будет... Вот у нас Шиева. Через 40 секунд будет экзорцизм. Да, что там гирокоптер? Гирокоптер пока тоже немножко подфармливает. Так, Апаришин скоро получит 11-й. Покупает еще один гем. Понятно, предыдущий там выбивали. Пак. Пак-пак-пак-пак Юул. Вот этот второй догон у него так и остался. Юул. У Медведя. Ну, Медведя только что убили, поэтому у него там ничего толком прибавиться не должно было. У него уже кираса там присутствует достаточно давно. Конечно, крутой артефакт. Ну, надо на байбэк иметь. Так подставляться нельзя. Были бы сейчас крипы на хайграунде. Ну, они больше потеряли бы. Ну, или второй стороной. Ну, половину стороны и так потеряли, но, да, могли просто еще мид сбрить. Что так-то мид вообще оставили в покое в итоге. У тебя лошадь сейчас рискует, потому что получить ультаппарат просто склеится на самом деле. Там первого уровня ультаппарата. Или Нармана. Нармана. Вот он Аганим. В байбэке есть только у Гирокоптера и у Вивера. И его докупает, наконец-то, пак, а Империя начинает потихоньку поджимать. Следующего Рошана, наверное, дождаться не будут. Слишком долго его ждать. Аганим появляется. 1-0. 1-0? Ты только сейчас сказал, да? Да, да. Ничего страшного. Давай. Пока только 1-0. Если вы понимаете, комментаторы друг друга стараются не слушать. Вообще, да. Если попал, типа, в разговор, это неплохо. Если не попал, то... То 1-0. 1-0, да. Так, 3,5 тысячи у Вивера. Что дальше ему делать? Где Манедж купил? Ну да, Манки Кинг Бар. МКБшечка. Ну там... Обязательная уже программа. Во-первых, Бутерфляй. Во-вторых, Рейдинг. Суммарно это слишком много процентов промазать. Единственное, будет очень обидно, если хвоста схватят в корне. Потому что способа вырваться из них у него, в принципе, нет. Таймлапсик. Таймлапсик, да. Дороговат способ, конечно. Ну да, да, да. Просто ты можешь потом еще раз случайно в них же угодить. Ну да ладно. Так, Рошан через почти 5 минут у нас появляется. И Смоук от Веги. Весел с варма, но драться не стал с Мишкой. Принь, как жук тебя объедает. Ты бежишь, а у тебя просто есть жук. Наверное, неприятно. Наверное, да. Там армор у тебя такой. Да. Жук слетел. Павло, что, найду сейчас Резоль сейчас проходят. Ну с Резоль. Тут нормально, порвали ему просто дримкойл. Очень быстро от бенши избавились, стоит отметить. Вот эти халявные типа точки, на которых в стандартных ситуациях все фармят. Вот, вот Резоль пикывает. Да ладно, как они меня могли тут найти? Да я ж тут был. Я ж тут был. Типа, команда, вы где? Ноль помощи. Ноль помощи. Нечего там было фармить. Вообще, уже пора завязывать фармить. Единственное, что дожидаются сейчас рефрешеры на Трентье, это понятно. Просто вот что у бенши сейчас может еще такого появиться. Разве что Тараска. Тараска, вот единственное. Но до Тараски там еще очень далеко, поэтому вот эти вот типа, мне надо всего лишь 4 тысячи дофармить, это немного не аргумент. А там пуш активный начинается. Там бектор протекшн, он никак не спасает медведь и с ним вправляет. Но тут, в свою очередь, тоже инча начинает потихоньку наваливать. Вроде бы и мелочь. А почему бектор протекшн сейчас работает? Где? На чем? Ну вот сейчас на вышку хилит ее. Нет, так там Левинармор был. Нет, то есть Левинармор не хилится скоростью 50 в секунду. А-а-а-а, не знаю. Регенерация! Мишаню. Медведь, угу. У него семечку накинули. В итоге потеряли Т2. Вега неплохо реализовала смерть Резолюшна. А проигрывает по-прежнему Вега 15 тысяч надворца. Получилось почти у Веги уже все выровнять. Момент, когда они отдавали эту сторону, там в районе 5000 они на тот момент проигрывали. Сейчас опять пятнашку. Но вновь в графике конечку ползут вниз. Да, референджер почти готов. Это раз. МКБ тоже почти готово. Это два. Вот возможно его и дофармливают. А, МКБ на Вивере? Его еще нет? А его уже дофармили, да. Вот, вот, вот. И хвоста, кстати, видят. На Варде. Бегают. Перцем. Мне кажется, что будут ждать следующего Рошана. То есть не пойдут без Аегиса для Резолюшна. Ну, я почти уверен. Я почти уверен. Причем не факт, что для Резолюшна уже. Потому что хвосту тоже жить теперь нужно. Но Банша, да. Она более беззащитно, конечно, выглядит. Хотя. 200. У Виверка 1500. Виверка есть таймлапс. Вот, ну, да. Линку просто можно повесить и на Баншу в БКБ. Вот в чем дело. И типа пожертвовать собой ненадолго. Я даже не знаю. Возможно, стоит просто Баншу в БКБ с... Ой, да ладно, куда же он прыгнул? Как же... Повезло, на самом деле. Просто накроют Саунцем и начнут щекотать. А вообще-то у него Юл есть. Поэтому он, наверное, эскейпился. Там просто тоже везде Юлы есть, все эти дела. Или еще в один Юл поднять. Потом еще в один Юл. Дождаться, пока закрутится голова, да, и он пойдет. И он пойдет. Просто не будет знать, куда прыгать. Дерево до рефрешера осталось всего ничего. Вот он, рецепт. 1800-1400 у него уже есть. Ломают вражеского разведчика. Предателя вот этого зелененького. Дезертер. Угу. Переметнулся. Ну, во-первых, идти без байбека хвостать неправильно. И по-пацански. Опять ты со своими пацанскими. Давай еще пару ванильных цитаток. Не, я не помню. Ну, если вспомню, обязательно дам знать. Хорошо. Если что, я вот хорошо в эфире. Сгрип на мага. Тут же сбивает. Медведем, отлично. Но магу все равно очень больно. Пошел свап. Сема, так подставляется. Резолюшн просто фуловый. Начинает выжигать. Как же там и коза валит. Ты посмотри просто, какие плюхи от вивера и козы. Они просто уничтожаются. Это уже минус 3. Есть, конечно, 2бб у дерева и у гиролета. Пытаются козу зафокусить, но коза носится. Коза носится, видит Солоча. Солоч тычка раз, Солоч тычка два. Выживает, выживает. Но надо здание ломать. Я вообще не знаю, куда баньша там побежала. А вот, наконец-то. Да, да, да. Надо делать байбеки. Бакдор протекшн работает. Как обычно. Ах, крипов-то нет. Крипов нет. Крипы в миде. Вот они, убежали. Но байбеки делать не будут. Единственное, что могут и Рошана сейчас забрать. Но это халявный Рошан. Либо это будут два байбека для того, чтобы подраться на Рошане. Либо это будет бесплатный Рошан. Либо они собираются остаться и попушить. Остаться и попушить, это... Попушить как-то звучит, знаешь. Попушить. Как в туалет сходить, вот. Не знаю. У меня другая способность попушить. Но тут примерно так это и выглядит. Потому что Рошан вроде бы более перспективный. Но в сторону хотят забрать целиком. Стайлент, больно. Линку сбили. Не может сделать таймлапс, разве что сейчас... А, байбеки тоже нет. Ну, нет, байбека. Вообще, помнишь, я говорил про попушить и в туалет сходить? В итоге получилось так и получилось. Они забрали 600 хп у вышки вместо того, чтобы пойти забрать Рошана. Да, гиды была бы не лишней. Империя очень сильно ошибается. Именно в макро... Муви сейчас просто катастрофическая ошибка. Урона никакого базы не нанесли. Бараки все-то тригенятся. Ну, я говорю, вот 600 хп вышки снесли в миде. Это, я думаю, не то, ради чего они там воевали. Хвоста укрепили? Ну, да-да-да. Пак с аганимом. Вот это уже совсем интересно. Напоминаем еще раз. Пак с аганимом. Четыре с половиной секунды стана в случае разрыва Дрим Койла. Ну, Ван. Постоять здесь нет. Дрим Койл, да посмотри по троимку. Великолепный, взлетает сюда ульт-аппарат. Резолюшн успел прожать. Пультимейт прожимает. Чекочет Ну, Вана. Ну, Вану очень больно. Ну, Ван может погибнуть за фокус или там хоть кого-нибудь. Или нет. Резолюшн поднимается. С Юл импетусами настреливает Фаник. Минус Резолюшн. Без потерь справляются Вега. Неужто это будет? Ой, да ладно, как Пака застрелил только что Фаник. Корни пока не прокают. Фаник бежит, поднимает Медведя в Юл. Пытается убежать. Бодиблок от Мага. Замечательный. Фаника замедляют. Ииии... Да, тут же на ноге. На ноге. Идут, 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 идут. Фок находит Медведя. Медведь. Начинает погибать. Маг пытаются уйти. И он ведь уйдет то, что он в гостях. Да, и Медведя причем. А почему у Алоха ничего не сделал с Медведем? Там ни слипа, ничего не кинул. В том своя проблема. Убейте Медведя. Ну, в итоге пойдут сейчас на Рошана, скорее всего. Да, три байбека. Три байбека было сделано. Бэйном, деревом и баньшой. Культ аппарата. Волк, кстати, подходит. Очень много урона теперь у ребят. И это минус Рошан. Да, иначе уже фуловый, если что. Три 900 куча. Этого всего могло бы не произойти. Просто, по идее, они на Рошана. Ни трех байбеков. А это, как это называется, эффект бабочки? Эффект бабочки. Это эффект толчка в данном случае. Под пуша? Эффект пойдем по пушим. Так, я слышу, дерево там опять у нас ультит. Дерево купается в деньгах. А нет, ну нет, рефрешеры еще. А он же байбек только что делал. Да, я не сделал. У него был бы рефрешер, если бы не байбек. Зарцинг, 15 секунд. Ну вот сейчас мид запушили. Также пушится топ. И парни очень хотят забрать этот барак. Просто, я не знаю, это какой-то проклятый барак для них. Возможно, с предыдущей игры осталось. Да, кстати, именно этот тогда и остался самым последним. Да, так и. Его сейчас хотят... Он говорит, это самый трудный, его забираем, остальные на изичах отлетают. Стотов больше у него, да? Ну, возможно. Морально он точно сильный. Может, это какая-то магическая точка, там, где эти биоволны, там, я не знаю, как вот это обычно дичь какую-то впаривают, эти экстрасенсы. Энергетическая яма. Ну что, будет заход на фиграунт? В энергетическую яму. Ну, походу, да. Паша. Паша, кстати, может остаться без Блэкинг Бара, если его заставят сделать байбек. Но я бы на его месте купил Блэкинг Бар. В БКБ, да, штука хорошая, я слышал. Особенно против инчи. Я просто видел... Я видел, в него какие пару плюх от инчи залетели, и... 30, и хватает на байбек. Прикинь, умереть с нехваткой 30-ки на байбек. Да, это обидно, наверное. Это обидно очень сильно. Реально обидно. Резоль. А ну, смотри, ну, надо крипчиков бить. Пошел экзорцизм. Поехали сломать ракетку. Сломал ракетку. Крипы, задулка. Вот спириты полетели. Да, до бульта аппарата попасть. Без бульта аппарата там... Ёбка нет, он 2 секунды в полдавне. Клан запрыгнул. Пошел Юл. Догончик, Резоль. Пока еще фуловые высвопали. Там пошли задувочки. Мага, отлично идут от дерева. И тут минус Медведь. Надо нужно вызывать нового. Щекочет, я сейчас Пашу. Паша, пока в Блэкингваре не так много демонов закидает. Импетус. И как же больно Пашей Паша погибает. Байбека нет. Ну как же так. Солыч, Солыч, пытается уйти еще один импетус. Фаник провожает Медведя. Медведь. Заивейдил первую течку. Вторую заивейдить не смог. Еще течку заивейдил. Без пака защищать вторую линию практически невозможно. И Империя в составе 5 человек несет в центральную сторону. И я думаю, они точно так же должны очень быстро перевеститься вниз. Разрушены сил света на нижней линии. Да, 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 так и есть. Зерокоптер. Кабло на байбек. А, он еще пробивает спелмуники. Лоу. Я только обратил внимание на импетус. Ну ладно. Импетус по барабану на БКБ. Маг, слишком глубоко. Слишком глубоко зашел Маг. Сейчас может быть просто Слип и его сожрут. Хвост заветает наперед. Это минус Маг. Просто моментально. Это попасивый... Еще и Кирыча подловили. На него просто не обращают внимания. Несут линию. Подрубается бэкдор протекшн. Кребы уж достаточно давно погибли. Сквозь бэкдор месят вышку. Стоит ли оно того? Паша. Паша получает еще пару корней. Свап и Петус его приговаривает. Это 100% ГГ. Да. Какова пропишет Соло. Хвост пошел еще его дегитач. Повесил Жука. И Вега не едет на мейджор. Победа Team Empire. А Империя сейчас будет пытаться оправдать это право как-то против команды Spirit. Совсем-совсем скоро. Буквально через 10, я думаю, 15, может быть, 20 минут. Небольшая передышка. После такого мощного Best of 3 матча нужна будет передышка командам. И мы увидим финал европейской квалификации.